новости робототехники номер 47 февраль 2024 привет каждый месяц я читаю десятки новостей робототехники и выбираю самые интересные подписывайтесь чтобы следить за развитием технологий в сегодняшней подборке медицинские роботы из человеческих клеток дисней выпустил робота bd-1 по мотивам star wars новые роботы для доставки и складирования и другое спроектированы медицинские на на роботы из человеческих клеток роботы ant robots синтезированы из клеток человеческой трахеи они могут перемещаться по поверхности и в лабораторных условиях способствует росту нейронов на поврежденных участках ant robots способны к самосборке обладают удивительным лечебным эффектом почему это перспективно персонализированная медицина ant robots можно создавать из клеток самого пациента что снижает риск иммунного ответа и не требует иммунодепрессанта биосовместимость роботы разлагаются в течение нескольких недель и легко усваиваются организм универсальность потенциальные применения включают очистку артерий восстановление нервов борьбу с бактериями и раком доставку лекарств регенеративная медицина антробот смогут стать инструментом для заживления ран восстановление поврежденных органов и тканей интеллектуальные лекарства роботов можно запрограммировать на доставку лекарств в определенной ткани повышая эффективность лечения это исследование еще на ранней стадии но потенциал ant robots огромен в будущем эти крошечные биороботы могут изменить наше понимание биологии и сделать революцию в медицине компания disney выпустила продвинутого робота по мотивам звездкой компания disney представила нового робота вдохновленного bd1 из игры fallen order робот имеет компактное квадратное тело птичьи ноги и плоскую голову с глазами и фонариком его лицо способны к широкому диапазону артикуляции что делает модели чаровательным в корпус также встроены микрофоны и камеры которые позволяют реагировать на голос и жесты человека он работает на базе нейросетей что делает робот обучаем в данный момент массовой продажи не анонсированный робот будет использоваться в тематических парках для взаимодействия с посетителями он может рассказывать истории давать информацию о парке или просто развлекать людей практических пользы в проекте 2 во первых это может стать интересной игрушкой чтобы занять детей во вторых для реализации проекта были использованы новые технологии которые попадут в копилку знаний человечества в будущих свершениях анонс нового гибридного робота доставщика швейцарская компания swiss mail представила новую модификацию робота animal способного ходить ездить и подниматься на задней конечности эта модификация умеет стоять и ездить на задних колесах что делает ее более маневренной и пригодный для работы в доставке робот сможет забирать посылки стоя в вертикальном положении а также развозить их со скоростью до 22 километров в час максимально полезная нагрузка составляет 50 килограмм гибридный animal поступит в продажу уже 2024 году единственный недостаток в том что чем технически сложнее модель тем она менее надежна но будущее покажет это на практике в конце концов возможно мы получим новую индустрию ремонтных роботов чтобы решать такие проблемы его бот превосходит гуманоидов по скорости грузоподъемности и проходимость немецкие инженеры создали универсального робота его бот который превосходит гуманоидов по ряду параметров скорость до 60 километров в час грузоподъемность до 65 килограмм вес около 40 килограмм время автономной работы до 8 часов при этом современные гуманоиды могут ходить со скоростью 5-6 километров в час что в 10 раз медленнее в год гуманоиды могут носить грузы весом до 20 килограмм что в 5 раз меньше чем его бот его бот будет использоваться для перемещения грузов на складах цехах и иных помещениях для доставки строительных материалов и инструментов для сбора урожая обработки почвы и других работ в будущем его можно использовать в более сложных задачах например для доставки товаров на дом или оказание помощи людям с ограниченными возможностями этот проект доказывает что при создании многофункциональных помощников не обязательно придерживаться гуманоидного форма фактора новый робот тесла стал изящнее быстрее функционально компания тесла представила второе поколение гуманоидного робота оптимус он обзавелся рядом технических улучшений включая новый дизайн с более обтекаемыми формами и меньшим количеством видимых проводов машина стала на 10 килограмм легче а максимальная скорость увеличилась на 30 процентов руки получили 11 степеней свободы более быстрые приводы и датчики давления на всех пальцах это позволяет роботу точно и аккуратно взаимодействовать с объектами в ноги добавлены датчики силы и крутящего момент второе поколение оптимус является существенным шагом в развитии робототехники демонстрируя серьезность компании потому что в предыдущие два года специалисты относились к разработкам тесла более скептически это были основные новости роботехники за февраль 2024 самое важное роботах новости обзоры размещены на сайте anthony.org посмотрите все выпуски чтобы узнать о главных событиях робототехники последних трех лет